Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю вкуснейший медовик с заварным кремом и бананами. Тортик по этому рецепту получается мягким, нежным, он не слишком мокрый, в меру сладкий. Как по вкусу моей семьи, это идеальный рецепт медовика. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала приготовлю крем. Для этого яйца я разбила в кастрюлю. Сюда же добавляю ванильный сахар, сахар, кукурузный крахмал, выливаю немного молока и все хорошо перемешиваю венчиком. Сюда же выливаю все остальное молоко и все хорошо перемешиваю. Крем буду варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Крем у меня загустел, закипел, снимаю его с огня. Крем я переложила в миску, так он быстрее остынет. Еще в горячий крем добавляю сливочное масло и все хорошо перемешиваю. Нужно, чтобы масло полностью все растворилось. Вкуснейший заварной крем готов. Накрываю его пищевой пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. Займусь приготовлением теста. Для этого к мягкому сливочному маслу я добавляю соду, сахар, яйца, щепотку соли, мед и все хорошо перемешиваю венчиком. Вода у меня закипела. Полученную массу я буду варить на паровой ванне, постоянно помешивая. Нужно, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Массу я варила 7 минут. Посмотрите, как она у меня выглядит. Сюда же порциями добавляю муку и замешиваю тесто. Тесто я вымесила. Слишком долго тесто вымешивать не стоит. Главное тесто собрать в комочек. Вот такое получается мягкое, эластичное, очень нежное тесто. Оно даже еще немножко может липнуть к рукам. Друзья, слишком мукой тесто не забивайте. Оно должно получиться вот такое вот нежное, мягкое. Не переживайте, все у вас получится. Тесто будет хорошо раскатываться и коржи получатся очень нежными. Тесто нужно разделить на 7 равных кусочков. Тесто я буду раскатывать сразу же на пергаментной бумаге. Мне понадобится 2 кусочка. Для того, чтобы коржи получились одинаковыми, я нарисую шаблон. Бумагу я переворачиваю. Коржи у меня будут диаметром 25 сантиметров. У меня вот такая вот тарелочка. Прикладываю тарелку и обвожу ее простым карандашом. И точно такой же шаблон я сделаю на втором листике пергамента. Беру один лист пергамента. Друзья, шаблон у меня нарисован с другой стороны. С вот этой стороны, на которой я буду раскатывать тесто, пергамент у меня чистый. Беру один кусочек теста. Вот так вот прикладываю. Присыпаю немножко мукой. И теперь раскатываю по шаблону. Только я буду немножко вот выходить за края. Это вот тесто, когда испечется, оно нам понадобится для посыпки. Это у нас будут обрезки. Вот так у меня выглядит раскатанное тесто. Его нужно наколоть вилочкой. Корж отправляю выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов. Медовые коржи выпекаются очень быстро. Приблизительно 5-7 минут. Пока первый корж выпекается, я быстренько подготовлю второй. Первый корж я испекла. Он у меня подрумянился. Еще горячий корж нужно вырезать по шаблону. Вот так вот прикладываю тарелку. И ножичком вот так вот все аккуратно и ровненько обрезаю. Обрезки я убираю. Они понадобятся для крошки. Переворачиваю вот так вот корж и убираю пергаментную бумагу. Посмотрите, какой получился красавчик. Друзья, не нужно вам вот брать на каждый кусочек теста кусочек пергаментной бумаги. На этом же вот кусочке бумаги я буду раскатывать следующий кусочек теста. Только вот я возьму шпатель или можете взять нож и вот так вот немножко зачистить бумагу. И теперь беру вот кусочек теста и его раскатываю. И таким образом, друзья, я испеку все коржи для нашего тортика. Пока я раскатывала тесто, вот у меня и второй корж испекся. Получается такое непрерывное, быстрое и интересное занятие. Все коржи я испекла. Вот такие они получились румяные, ровные, красивые. Пока их отставляю, нужно чтобы коржи полностью остыли. Обрезки у меня уже полностью остыли. И теперь их нужно перетереть в крошку. Я это сделаю с помощью пергамента, на котором я выпекала коржи и скалки. Крошка для торта у меня готова. Коржи с кремом остыли. Буду собирать торт. Блюдо, на котором вы будете подавать торт, нужно немножко смазать кремом. Вот так вот в центре. Выкладываю первый корж и покрываю его частью крема. В моей семье очень любят медовик с бананом. Поэтому банан я нарезаю на тонкие кружочки и выкладываю сверху на крем. Далее я выкладываю следующий корж, чтобы все ровно было. Немножко его вот так вот прижимаю. И таким образом, друзья, я соберу полностью весь торт. Верхний корж и по бокам покрываю кремом. Сверху и по бокам торт посыпаю крошкой. Торт я полностью сформировала. Отправляю его в холодильник как минимум на 3 часа, но лучше всего на ночь. Вкуснейший, идеальный медовик готов. Вот такой красивый, высокий и очень вкусный получился тортик. Как он аппетитно выглядит. Сейчас я кусочек отрежу и покажу вам, как тортик выглядит в разрезе. Вы только сейчас посмотрите, насколько он получился мягким. Режется как масло. Друзья, вы только посмотрите, как это аппетитно выглядит. Вот такой красивый торт в разрезе. Он очень мягкий, очень нежный. Его можно кушать губами. Он в меру сладкий. Он такой вот не слишком мокрый, не сухой. То, что надо. И в этом тортике замечательное сочетание медовых коржей, нежного заварного крема и свежих бананов. Всем рекомендую приготовить такой замечательный торт. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления торта и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч.